Папайя экзотический фрукт заслужил репутацию самого эффективного сжигателя жира. Расщепление обусловлено высоким уровнем содержания папайна. Фермент, кажется, готов расщепить даже бетонную кладку. Папаин используют в традиционной медицине для лечения заболеваний ЖКТ, опорно-двигательной системы. Фрукт может стать настоящим спасением для сладкоежек и худеющих. Папайя совмещает сладкий насыщенный вкус и низкую калорийность. Лучший способ отказаться от белого сахара – заменить его фруктами. Папайя – древесное растение, размеры которого не превышают 10 метров в длину. На верхушке дерева располагаются рассеченные листья на длинных черешках, в которых развиваются цветки, а затем и фрукты. Средний размер фрукта – 20-50 сантиметров в длину и 10-30 сантиметров в диаметре. Плоды развиваются неравномерно и могут значительно отличаться друг от друга. Существует деревья папайи мужского и женского типа. Мужской тип опыляет цветки, а женский дает плоды. Папайя достаточно быстро созревает, спустя 6 месяцев уже можно собирать первый урожай. Большая часть выращиваемых фруктов отправляется на экспорт. Средний срок хранения спелого плода – одна неделя. Предполагают, что родина – дерево Мексика. Сегодня оно произрастает в тропических странах по обе стороны экватора – Бразилии, Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Кении, Кубе. Его пытаются культивировать в прилегающих районах. Пилотные плантации заложены на Черноморском побережье Южного Кавказа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Единственное противопоказание – индивидуальная непереносимость продукта и компонентов, входящих в состав. Запрещено есть зеленые неспелые плоды. В них содержится концентрированный сок с высоким содержанием ядовитых веществ. Среди них – алкалоид карипаин, больше известный как сок латекс. Попадание сока внутрь – провоцирует сильнейшую аллергическую реакцию, интоксикацию, раздражение кожного покрова, сбой в работе желудочно-кишечного тракта.